всем привет друзья с вами никодим и мы продолжаем создавать огромный город с максимальным населением в игре city skyline в прошлой серии мы добились населения более 4000 человек и сегодня мы продолжим наше строительство сразу же давайте посмотрим на наши городские проблемы поставим на паузу первое всегда нужно проверять трафик и с трафиком у нас более-менее 94 процента но есть уже красные зоны они появились в результате того что вот здесь вот дороге неправильно спланированы как я говорил вам в прошлой серии чем меньше перекрестков тем быстрее скорость движения поэтому мы делаем следующим образом вот здесь мы меняем направление вот этой вот дороге делаем ее вот сюда и следовательно у нас главная дорога будет без перекрестков вернее с минимальным количеством перекрестков здесь можно закрасить все что у нас освободилось дополнительно нужно некоторое время для того чтобы посмотреть насколько рассосется эта пробка дальше у нас большая потребность в жилых и производственных зонах давайте сейчас этим как раз и займемся создали мы дополнительную жилую зону и дополнительную промышленную зону я вижу что у нас начинают появляться первые преступники только что вот здесь вот появились давайте посмотрим обеспечение всеми дорожными службами и как я вижу что у нас будет скоро большая проблема вот это вот дорога это развязка во-первых ее нужно тянуть и соединять вот с этой дорогой но у нас пока не так уж и много денег во-вторых здесь нужно соединить дорогами вот эти наши жилые районы с промышленными районами для того чтобы люди могли спокойно пересекать и закупать здесь различные продукты а также нужно продолжать развивать наш сельскохозяйственный район здесь нужно достичь 350 населения давайте сейчас этим как раз и займемся сельскохозяйственном районе высаживаем дополнительные поля а также нам стало доступно для строительства мельница устанавливаем ее и можно построить несколько бараков для работников сельского хозяйства они повышают эффективность вот так я думаю можно сделать давайте посмотрим как у нас получилось отлично здесь у нас такой административный район сюда приезжают люди начинают здесь работать дальше они идут на свои рабочие места у нас тут установлено различные теплицы апельсины давайте поставим например здесь у нас будут груши на самом деле изменение внешнего вида ничего не дает просто как говорится для красоты сейчас сделаем и продолжаем развивать наш район увеличиваем скорость смотрим за трафиком да как вы видите наш план получился здесь у нас разгрузилась все 94 процента у нас трафик и пока мы справляемся вот такими вот незамысловатыми дорогами вот здесь нам тоже нужно сделать еще один переход из нашей жилой зоны в коммерческую зону смотрим здесь скорее всего да у нас сможет пройти дорога но нужно учесть что дорога здесь пойдет широкой трехполосные нужно будет это все учесть так у нас электричество прервалось но у нас электричество подается вот через этот вот кабель поэтому лишние провода все удаляйте они вам будут не нужны проверяем как у нас электроэнергией все хорошо с водоснабжением все тоже хорошо с пожарной так со здоровьем со здоровьем у нас трое больных горожан непонятно давайте посмотрим где у нас проблема с больными горожанами скорее всего вот здесь потому что у нас здесь огромный шум и это может вызвать некоторые проблемы я предлагаю сделать следующее вот эту штуку мы можем перенести за 1200 вот сюда переносим один из самых сильно шумящих объектов теперь смотрим да как вы видите теперь людям ничего не угрожает все будет у них хорошо по поводу огня посмотрите давайте поставим на паузу у нас полностью жилые районы не защищены если у нас в коммерческих районах и производственных районах уже есть одна пожарная станция то как вы видите в жилых районах нет ничего поэтому я предлагаю сразу же поставить где-нибудь сначала давайте проведем дорогу вот так вот объездную чтобы вот здесь у нас соединились эти районы и сделаем их вот таким вот образом вот так прекрасно проверяем проходит ли сеть электропитания и теперь нужно поставить пожарные депо у нас сейчас источник пожароопасности 74 процента это очень высоко поэтому ставим вот так и надеемся что здесь сейчас цифра должна до до 48 уменьшится посмотрите практически весь живой район вот еще наверное стоит вот сюда поставить и посмотрим было 48 стала 37 отлично то есть мы обеспечили пожарными службами все городские районы они сейчас будут лучше прирастать у нас уже более 5000 населения и смотрим что нам требуется нам опять пошел рост огромный посмотрите какой в коммерческих зонах и промышленных зонах давайте сразу сейчас это все сделаем здесь мы устанавливаем коммерческую зону а здесь мы устанавливаем промышленную зону и сразу же нужно все соединить в единую зону водоснабжение электроснабжение мы обеспечили все у нас хорошо вот с этой вот дорогой конечно нужно будет что-то решать но не сейчас потому что трафик у нас 94 процента здесь у нас небольшая загрузка давайте сейчас проверим как у нас дела в нашем главном сельскохозяйственном районе отлично у нас здесь полностью собственное производство прибыль уже пошла мука животноводчество злаки и у нас население прирастает выпуск годной продукции тоже прирастает деньги сейчас у нас должны пойти неплохие от сельскохозяйственного района 1400 пока еще у нас доход но я думаю что он будет сейчас увеличиваться у нас выдалось какое-то сообщение недостаточно клиентов обычно такое сообщение бывает тогда когда у нас не могут в коммерческие зоны правильно попасть жители но как мы видим здесь дорога есть здесь дорога есть жители спокойно сюда приезжают и покупают все единственное можно вот здесь вот у нас тоже обеспечить дорогу дополнительную тогда нам придется переделывать вот эту вот главную дорогу а я пока хотел бы собрать деньги и посмотрите опять пошла большая потребность жилых районах я думаю что мы можем сделать мы можем вот здесь вот заселить все жилыми районами нужно посмотреть насколько сильно здесь шумят вот эти вот производственные мощности не очень сильно не шумят это прекрасно заселяем все внутри жилыми районами смотрим на уровень шума уровень шума такой же как в других областях вот здесь вот у нас немножко повышенный уровень шума мы можем снизить уровень шума и изменив дороги но пока мы этого делать не будем проверяем так по воде у нас сейчас начнутся проблемы что у нас бюджете по воде бюджет все выставлено на сто процентов отлично и пока у нас все идет неплохо 94 процента поздравляем наша ферма достигла третьего уровня давайте поставим на паузу посмотрим что сейчас там происходит небольшой уровень импорта зачем-то мы покупаем это на самом деле идет про сейчас баланс в игре вот появился значок это все тот же значок недостаточно клиентов якобы сюда не приезжает достаточное количество жителей это мне кажется не совсем правдой потому что количество жителей вот она переезжает по этим дорогам сейчас она здесь заселит либо другой вариант бывает иногда в игре какие-то глюки просто можно снести это здание на этом месте сейчас построиться новые здания и все здесь будет хорошо так по поводу пробок 93 процента все пока мы держимся на одной маленькой дороге абсолютно не потратить ничего нам можно строить уже сети автобусов трамваев и катеров но у нас здесь река не совсем подходит для катеров но я бы пока не стал строить общественный транспорт сейчас я объясню почему дело в том что общественный транспорт работает очень хорошо тогда когда у вас есть жилые зоны повышенной застройки то есть вот эти вот вторые жилая зона высокой плотности именно тогда ваше население начинает активно пользоваться общественным транспортом когда она у нас получается на 7500 вот я думаю что мы дождемся 7500 как раз преобразуем здесь часть дорог посмотрим за балансом и уже после этого мы сделаем свои первые автобусы автобусы я конечно буду делать вот эти вот на биотопливе все это есть со стандартными дополнениями в сети skyline поэтому пока продолжаем копим деньги также мне не нравится вот это вот развязка она здесь не очень хорошие и вот это вот дорога как я планирую сделать эту дорогу мы сделаем вот так вот напрямую на другой берег и соединим вот с этой линии то есть вот так у нас пойдет это даст нам хороший прирост к населению потому что и сверху и снизу будет приезжать наши люди а также хороший отток товаров чтобы все что здесь было произведено давайте посмотрим на импорта много экспорта тоже очень много посмотрите вот это все идет на экспорт великолепно давайте посмотрим какие тут здания появились ого мы открыли два новых здания это пекарня и мы можем уже ее сделать и открылась у нас лимонадный завод но у нас еще нет стекла для того чтобы получить стекло нам нужно горнорудную промышленность сделать пока у нас вокруг нет ничего похожего на горнорудную промышленность где брать источники я вам что хочу сказать не обязательно где-то иметь источник горной руды можно закупать первичный материал перерабатывать его и потом вы будете уже делать но я пока подожду а вот пекарню и я на самом деле лучше прямо сейчас сделаю пекарни это хорошо она дает нам небольшие загрязнение и шум но здесь у нас и так производственные районы давайте поставим ее эту пекарню вот так все и через несколько мгновений сюда привезут материалы что нужно животноводческий продукт из лаковой культуры и мука мука надеюсь у нас делается до муки у нас достаточно и обратите внимание я не строю амбары дело в том что в игре вот но то когда у нас маленькие еще фермы какие-то неправильные алгоритмы если ты строишь амбар начинают забиваться здесь все машинами они тупят и все делают через амбары если же вот все заработала наша пекарня наконец-то она начинает делать и выпечку и эта выпечка пойдет в город и добавит нам вот смотрите сейчас 7000 после этого как мы продадим свою первую выпечку у нас резко прибавится количество делать уже 10000 я думаю что выпечка пошла продаваться так у нас опять большая потребность производственных мощностях что я хочу сказать лучше всего не строить производственные мощности большого размера это вы столкнетесь с проблемами вот в первую очередь вы столкнетесь с проблемам трафика у нас пока все великолепно 95 процентов но давайте мы сейчас добавим вот здесь вот еще один производственный район еще один производственный район мы сделали здесь уже начинается такой небольшой затор но пока мы справляемся все что выше 90 процентов это очень хороший трафик так вот у нас здесь еще не хватает воды странно а да у нас уже заканчивается вода водопроводе и сбросная коммунизация поэтому давайте установим еще одну водонасосную станцию соединяем ее лучше вот так вот соединить к заодно я увидел здесь вывоз мусора сейчас мы эту проблему решим но пока мы сделаем следующее еще устанавливаем одну очистительную трубу еще одну устанавливаем трубу сброса и вот так подсоединяем все проверяем чтобы электричество было подключено вот как в частности здесь подключаем электричество и с водой у нас теперь не должно быть проблем итак друзья у нас здесь проблемы начинается с электрической энергии давайте посмотрим какие станции мы уже можем построить никакие пока тогда строим вот эти вот улучшенные ветровые установки до тех пор пока мы солнечную электростанцию не сможем построить лучше строить вот такие вот установки все с электроэнергией мы справились и теперь я предлагаю решить проблему с мусором сначала нужно разобраться что не так с мусорками и так идем к мусорке у нас свалка свалка всего одна да это большая проблема посмотрите у нас свалка всего одна и она у нас на пятьдесят восемь процентов заполненным мусоровоз заполнена по бюджету у нас свалки тоже все в порядке сто процентов заполнения поэтому нам просто напросто тупо не хватает свалок что я предлагаю у нас уже открылся центр по переработке отходов поэтому он у нас правда шумит и загрязняет его нужно поставить где-нибудь чтобы он помогал вот этой нашей свалки собирать все отходы и вывозить их центр по переработке отходов ставить рядом жилыми районами не представляется возможность так как у него огромный посмотрите какой огромный радиус загрязнений и куда бы вы не поставили вы все равно попадаете на жилые районы причем как шум так и загрязнение поэтому это не вариант я предлагаю поставить станцию очистки вот здесь во первых что мы добьемся у нас будут новые дополнительные машины сейчас сразу же посмотрим сколько здесь до 45 сейчас у нас начинает 6 сейчас будут все 15 эти дополнительные машины могут быстро проехать во все эти районы и забрать весь мусор это первое да где мусоровозы я уже этим занимаюсь во вторых когда у нас закончится мусор они могут брать со свалки насколько я помню 15 мусоровозов заработали все они поехали сюда проверяем у нас большая потребность жилых районах посмотрите насколько она огромная и проблема в том что нельзя делать огромные жилые районы посмотрите вот у нас сейчас жилой район примерно занимает четверть это в принципе предел потому что но максимум можно одну треть занимать вот от одной из этих клеток чтобы у вас не было никаких проблем если мы же сделаем больше но только вот здесь можно наверное заселить и все так что давайте сейчас этим и займемся проверяйте постоянно шум здесь все у нас нормально все создали мы еще один жилой район сейчас тут быстро все заселят проверяем по поводу шума все в порядке по поводу загрязнений тоже у нас все хорошо стойки идут стойки выливаются все нормально так у нас появилась еще одно сообщение которое нам говорит недостаточно клиентов да мы уже знаем мы работаем над этим вот сейчас у нас заселятся люди приедут по 16000 обратите внимание плюс 10000 стали получать я думаю что до заработал как раз у нас вот этот вот сельскохозяйственный район ну что ж раз он у нас приносит огромное количество денег давайте продолжим его дальше развивать я добавил два доильных зала для того чтобы выпускать больше мяса здесь у нас работает неплохо заводик пекарня выпускает свою продукцию по выпуску это уже 11000 то есть опережает вот это наша одна маленькая ферма по прибыли опережает все оставшиеся районы давайте посмотрим как у нас обстоят дела с трафиком 94 процента и вот здесь уже начинает у нас накапливаться автомобиль и вот неприятные надписи недостаточно клиентов недостаточно клиентов обычно появляется тогда когда люди либо не могут доехать но здесь у нас есть две дороги либо их действительно недостаточно с людьми у нас все в порядке с производственными мощностями тоже в порядке нам сейчас нужно будет что-то делать вот с этой вот дорогой во первых давайте сразу же ее поставим вот так так правильно вперед вперед эту дорогу назад все здесь мы ускорим немножко движение и нужно обязательно иметь ввиду что людям нужно устанавливать различные парки и социальные службы для того чтобы они жили счастливо я сейчас предлагаю прям сразу же во всех новых районах поставить вот такие вот парки так где у нас здесь можно будет поставить вот здесь например парк великолепно должен будет установиться не ставьте прямо дороге если вы будете расширять ее например на трехполосную вам нужно будет какое-то место поэтому вот так вот мы устанавливаем смотрим ага все вместо красного здесь стало коричневый то есть здесь люди стали довольны давайте тогда еще поставим где-нибудь вот здесь на парках не экономьте вам все равно рано или поздно придется и ставить очень много для того чтобы повысить ценность земли посмотрите как здесь резко повышается на земли так отлично и наверху еще один парк я думаю где-нибудь нужно поставить вот здесь нет здесь у нас главная дорога на главной дороге лучше парк не ставить тогда давайте поставим парк вот здесь наверное да чтобы людям было счастливо здесь жить все отлично мы обеспечили всех парковыми зонами у нас сейчас начнется резкий прирост населения вот эта небольшая убыль была потому что мы просто сносили дома и сделали здесь парки но видите как быстро все восстановилось давайте вот здесь еще один парк поставим вот так вот например все посмотрите теперь все люди рады и счастливы можно ставить парки и в промышленных и коммерческих зонах но это дает небольшой на самом деле прирост но давайте вот так вот поставим парк к тому же здесь у нас все время проблемное здание так здесь у нас немножко повысилась там опять у нас написано не хватает клиентов вместо этого мы можем поставить еще один парк и все промышленные зоны есть по пожилым зонам жилые зоны начали резко прирастать вот так поставим во первых здесь снизится уровень шума во вторых повысится счастье населения мусорки пока не вывозятся так у нас здесь некоторые проблемы с мусорками давайте сейчас на паузе поставим посмотрим что у нас с мусорками с мусорками у нас используется 13 из 15 а здесь используется тоже практически все по максимуму но сюда доехать довольно сложно вот видимо вот из-за этих пробок поэтому нам нужно будет сейчас друзья перестроить вот эту вот дорогу соединить все участки жилые с промышленно-коммерческими и поздравляем наша ферма достигла уже четвертого уровня давайте посмотрим что мы там теперь можем строить и так прибыль у нас уже огромные немножко зачем-то закупаем злаки хотя у нас их достаточном количестве мука и животноводческие культуры у нас в достатке здесь все нормально выпечка производится по доходам немножко доходы снизились видимо из-за того что мы импортом покупаем зачем-то злаки абсолютно непонятно у нас вот огромное количество злаков может быть вместо хлопка например купить пшеницу для того чтобы побольше мельницы в работа дать посмотрим нет в этой мельнице все в порядке в этой мельнице в принципе тоже все в порядке и у нас открылись скотобойни производства 48 в неделю количество фур у нас 8 и у нас открылась ремонтные сельскохозяйственное здание который повышает коэффициент использования промышленных зданий и сокращает изнашивание каждое такое здание повышает вместительность на 5 процентов да давайте его сейчас построим вот так здесь если нам понадобится мы построим дополнительно всякие бараки амбары и другие большие вещи теперь по поводу крупника очень большая скотобойни обратите внимание что вот эти первичные добывающие здания нужно ставить на месторождение сельского хозяйства вот там где у нас сильно желтые там где у нас белые или слегка желтые там мы можем ставить уже вот эти вот вторые здания перерабатывающие ну а всякие склады и особенно вот эти вот большие заводы вы можете ставить где угодно прям хоть посреди города это уже абсолютно неважно и посмотрите друзья у нас требуется большое количество жилых зон это раз во вторых по трафику нас 94 процента но вот эти вот дороги у нас уже сильно загружена а нам нужно соединить наши жилые зоны с коммерческо-производственными зонами поэтому что я сейчас сделаю я сейчас за кадром проведу вот эту вот дорогу основную нашу трассу вот сюда и соединил вот с этой вот главной дорогой здесь мы наверное сделаем мост пока деньги у нас есть после этого я начну строить вот здесь дополнительно жилую зону а здесь дополнительно промышленная зона так что пока друзья на паузе я переделаю вот эти вот дороге все развязки я буду использовать только стандартные кстати давайте договоримся мы можем использовать только стандартные развязки эту татью 2 ту круговый клевер и вот это вот тройная транспортная развязка это то что идет с самой игрой все остальные развязки я насколько помню скачивал но использование этих развязок не равно использованию модов потому что развязки это не моды и вы можете сделать абсолютно точно такую же развязку сами просто вам надо будет посидеть пару часов в редакторе и вы сделать развязку одну из развязок где-то я помню я уже какую-то вот может вот это раз она такая кривая я уже сам делал ее сюда вставил поэтому давайте договоримся со следующей серии будем ли мы использовать только дать стандартные 4 развязки клевер кстати на самом деле очень неплохая либо мы возьмем но я вот из этих всех развязок использую только вот эту раз и только вот эту 2 все остальные развязки я не использую вот эти две развязки это не моды эти две развязки я скачал со steam workshop библиотеки то что делали другие люди если вы одобряете то будем использовать эти две развязки я на них дам ссылки в описании под видео и будем их использовать но пока я буду использовать только стандартные развязки чтобы мы играли честно не используя ничего извне только стандартными средствами игры ну что ж друзья сейчас за кадром возьму небольшую паузу и переделаю вот эту вот дорогу мне понадобилось полчаса реального времени примерно 100 тысяч денег для того чтобы переделать вот эту вот дорогу посмотрите как я сделал здесь я поставил стандартную базовую развязку клевер потому что мы еще не договорились с вами могу ли я устанавливать другие развязки которые не относятся к модам и этот клевер я соединил вот так вот с дорогой вот здесь вот мне пришлось помучаться с этими туннелями потому что разная высота кое-где пришлось выравнивать землю поднимать и опускать для того чтобы туннели были более менее ровные здесь а стандартно пока соединил вот такими вот ромбиками и сделал мост этот мост у меня соединяет северную дорогу вот с этой вот южной дорогой и я думаю что пора нам уже делать вот здесь вот создавать новые жилые районы к тому же как видите у нас огромная потребность жилых районах ну что ж вроде бы все нормально дать посмотрим как у нас пока по трафику 93 процента в принципе загруженности дорог нет но на клевере только разъезжаются машины и чуть-чуть вот здесь вот в промышленных зонах с промышленными зонами я разберусь чуть-чуть попозже интересно где-то видимо прервалась связь да вот здесь вот у нас прервалась связь давайте сразу же соединим электрической энергии 1 2 так вот 3 все теперь электроэнергия сейчас появится все электроэнергия появилась питание пошло электропитание у нас есть мы приближаемся к 7 с половиной тысяч населения вода но это отголоски того что у нас было отключение электроэнергии или нет нет все в порядке это был отголосок что же я предлагаю сейчас начать строить северный район вот здесь вот давайте сразу же прикинем где и как мы будем что делать опять же ставим на паузу там у нас пока все хорошо никаких проблем больших я там не вижу я предлагаю сделать так вот здесь мы сделаем такой жилой район а здесь мы сделаем промышленный район почему именно с левой стороны потому что здесь есть железные дорога и все товары мы будем перевозить по железной дороге на экспорт ну что ж давайте сейчас сразу же спланируем как мы здесь будем делать жилые районы вот примерно такая развязка у нас получилось давайте дальше сразу же доделаем сразу доделываем жилые районы так заселяем населением и подводим сюда все необходимые коммуникации все необходимую инфраструктуру мы сделали так как у нас здесь будет новый жилой район надо сразу же запланировать какие тут будут социальные объекты давайте сразу же вот так вот еще построим один участок и здесь поставим необходимые объекты во первых нам нужно поставить еще одну школу у нас не хватает денег так что спускаем с паузы у нас сейчас по 8000 идет прибавка давайте посмотрим основные деньги нам дают жилые районы производственные районы неплохо кстати зарабатывает вот наконец заработал нашей индустрии по 11000 эти посмотрим как там вообще дела происходит у нас уже ферма 4 уровня немножко она покупает зачем-то злаков вполне возможно что злаков не хватает поэтому давайте их немножечко добавим хотя здесь я добавил совсем недавно фермы может быть просто я на паузе когда был еще не собрались здесь все вот эти вот фермы весь урожай пока еще был не собран так что надо наверно подождать немножко и посмотреть что будет сколько нам осталось 800 709 до немножко надо прибавлять везде у нас все выпечка готова все производится злаковые культуры мельницы тоже все хорошо перемалывает кстати по поводу муки с мукой все хорошо с мясом все тоже хорошо поэтому наверное все таки нужно добавить злаковых культур вот у нас последний вот это вот секция осталась сейчас я сюда прибавлю совсем немножечко злаковых культур так здесь у нас будет выращиваться ну пусть будет картофель здесь у нас пусть будет а пусть будет теплица теплицы еще нет ни одной я их тут переделывал зачем-то непонятно для чего вот это вот сделали потому что внешний вид никак не влияет на производство не важно что вы выращивать кукурузу или вы выращиваете картофель это все равно считается что это зерновые и зерновые вы перемалываете вот здесь вот в мельнице смотрите злаковые культуры так что картофельную муку наверное делает так все у нас жилые районы начали потихоньку заселяться все вроде бы хорошо да вода пошла электроэнергия тоже пошла с электроэнергией у нас все хорошо с водой скоро кстати у нас вода закончится я думаю что сразу же нужно поставить здесь школу для того чтобы людям было куда ходить учиться и здесь поставить несколько социальных объектов ну что же ставим вот так вот школу пока не очень радостные люди здесь заселяются так и здесь тоже мы все заселяем людьми а воды не хватает не хватает немножко воды нужно сразу разметить этот участок у нас вот так вот будет тут жилая зона вот сюда и потом это жилая зона у нас пойдет вот в эту сторону вот здесь стандартные политики у нас есть уже это переработка отходов чтобы было поменьше всяких здесь загрязнений возможно нужно уже посмотреть какие-нибудь городские политики давайте посмотрим итак у нас уже доступно запрет домашних животных это тоже хорошо с снижает накопление мусор но уменьшает счастье горожан можно включить легализацию легких наркотиков это увеличит количество туристов и немножко снизит уровень преступности зато нам нужно будет больше делать различных полицейских участков стать что у нас полиции с полиции у нас все уже вместо в тюрьмах 20 и 19 задержаны следовательно нам надо ставить тюрьму который вот сейчас должна прям вот открыться с секунду на секунду все город 7500 что мы получили еще одну клетку территории кампусов пока я не буду в них уходить в кампусы это с новым дополнением дальше центр информационных технологий до нам открылись зоны повышенной плотности теперь давайте думать какую клетку мы будем себе открывать конечно хорошая клетка вот это почему потому что здесь есть морской путь я вам скажу что товара перевозить через морской путь это один из самых выгодных способов потому что по морю они перевозят огромное количество гораздо даже больше чем по железным дорогам и по самолетам но сейчас во первых и у нас если не ошибаюсь то грузовые порты нам откроются гораздо позже вот на 36000 а у нас всего лишь семь с половиной поэтому мы пока временно забываем вот про эту клетку но будем думать что мы ее обязательно откроем эту клетку теперь дальше эта клетка очень маленькая плотность заселения но зато здесь есть железная дорога неплохая здесь тоже есть у нас железная дорога 93 процента между прочим заселение это очень неплохо неплохие показатели и наверное эту клетку нужно будет прямо сейчас взять нужно посмотреть что у нас железными дорогами поезд нужно достигнуть 10 тысяч населения только после этого мы сможем делать поезда еще можно открыть вот эту клетку тогда мы будем управлять вот здесь вот заселением новыми жилыми районами и здесь можем все строить и когда мы достигнем 10000 давайте посмотрим самое главное 7 на 10 тысяч нам ничего не дадут а на 17000 нам дадут новую клетку ждать придется довольно долго это плюс 10 тысяч населения поэтому нужно будет сразу соображать как тут поступить наверное все же я открою вот эту клетку до покупаем эту клетку дополнительно а потом мы купим вот эту клетку и возьмем здесь железную дорогу напоминаю почему я так тщательно подхожу к выбору клеток потому что я не использую модов и у нас будет всего на всей этой огромной карте всего 9 клеток а я хочу построить как я сказал максимально огромный город поэтому нам каждый проценте каждая клеточка будет очень важно все выбрали я думаю это правильный выбор здесь мы сейчас расширим новый жилой район сделаем и новый промышленный район к тому же здесь у нас ну не сказать что хорошо по поводу сельского хозяйства но тоже можно что-то предпринять нам кстати надо развивать следующие технологические индустриальные районы например район горнодобывающий и несмотря на то что у нас нигде вот только здесь есть горнодобывающая промышленность и все и вот здесь тоже далеко совсем маленькая мы будем покупать импорт всяких руд и уже у себя перерабатывать давайте делать следующее у нас большая потребность появилась в коммерческих зонах и мы теперь можем делать коммерческие зоны повышенной плотности что же не отходя от кассы сразу сделаем вот так вот две зоны повышенной коммерческой плотности дороги у нас соединены все вроде бы есть и я думаю что здесь нужно сделать отдельную территорию вот так вот создаем отдельную территорию у нас здесь будет зона повышенной плотности в коммерции воду подключили электроэнергия возьмется вот отсюда все сейчас должно пойти и нам нужно еще делать индустриальный район кстати мы теперь можем делать жилые районы повышенной плотности да у нас появился такой доступ с этим нужно быть очень аккуратным потому что вот если мы сейчас здесь будем переделывать ну давайте наверное рискнем так вот аккуратненько совсем аккуратненько здесь можно сделать вот такую хитрость вот так мы ломаем ставим здесь зону повышенной плотности для чего я так делаю потому что сейчас вот если эта линия электросвязи прервется то у нас выключится и все водонасосные станции все остальное а сейчас когда у нас вот эти вот дома разрушатся и будут строиться новые дома то у нас не будет прерывание линии электросвязи посмотрите и потом мы сделаем верх и все будет и надеюсь хорошо давайте да уже домики начали строится все надеюсь что этот дом повышенной плотности пошел теперь мы можем ломать вверх хотя немножко рановато все ломаем вверх и делаем здесь тоже застройку повышенной плотности все получается что весь вот этот вот квадрант у нас будет квадрант застройка повышенной плотности вот 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 про что я говорил все разрыв электросвязи сейчас здесь не будет у нас электроэнергии но я думаю что сейчас быстро построить какой-нибудь дом давайте быстрее друзья встроить какой-нибудь дом и будет у нас все окей электроэнергии пошла с электроэнергией все хорошо с водой пока тоже все хорошо это отголоска отключения электроэнергии так сейчас у нас застроиться вот я говорил что с этими районами надо быть очень осторожными очень осторожными и у нас новые постройки открылись давайте посмотрим какие автобусы нам кстати пора уже делать автобусные маршруты потому что у нас сейчас будут зоны высокой плотности мы заселяемся и там люди предпочитают именно общественный транспорт своим личным автомобилем поэтому здесь как у нас с трафиком 94 процента все здесь рассосалась сама так там у нас население потихоньку прибавляется наверное так у нас нет потребности в жилых районах есть небольшая потребность индустриальных районах что я сразу думаю я думаю что нам нужно делать другие индустриальные районы кстати нам нужно сделать еще и лесное хозяйство вот здесь вот прекрасное количество деревьев можем это все посрубать и давайте прямо наверное сейчас этим и займемся да давайте сейчас на паузу поставим придется потратить наверное много денег здесь я предлагаю создать небольшой индустриальный район давайте мы его сразу же разметим вот так он у нас пока будет ну заходом возможно еще вот на эту полосу но я постараюсь эту полосу не занимать чтобы освободить главную дорогу все так и теперь сразу здесь нужно установить главное здание лесополосы давайте его поставим вот так вот наверное с краю все готово первый уровень лесопосадок у нас уже готов давайте сразу же посмотрим что здесь у нас сырьевые материалы пиломатериалы и бумага ну что ж у нас здесь не очень хорошее положение с лесом только вот здесь такие небольшие очаги поэтому на этих самых местах мы будем ставить лесопосадки пока они у нас маленькие плантации деревьев совсем уж маленькие все воду подключили электроэнергии тоже пошла лесопосадки надеюсь что заработали сколько у нас 14 человек сейчас приедут сюда люди скоро нам понадобится большое количество людей на это лес и техническую промышленность давайте посмотрим какие мы еще можем поставить ага мы можем сразу же поставить лесопилку давайте и выставим ну наверное вот сюда да пусть будет здесь у нас белая зона поэтому мы ничего здесь сильно не займем вот так две-три лесопилки если мы поставим то сможем перерабатывать всю вот эту вот древесину так вот так вот даже две всю древесину сможем перерабатывать в лесоматериалы и продавать как у нас с трафиком 91 процент основные проблемы у нас все вот в этом вот месте их конечно бы использовать мод было бы гораздо проще но ничего я думаю что мы справимся все и давайте посмотрим как у нас дела обстоят в городе нет ли никаких проблем чтобы все у нас было хорошо так со здоровьем надо сразу же проверить здоровье здравоохранение 2 человека болеют 100 доступных коек это очень неплохо с пожаробезопасностью 47 процентов в принципе это очень неплохой результат вот здесь вот неплохо бы поставить какую-нибудь пожарную станцию для того чтобы она здесь у нас работала так дальше смотрим преступность 19 человек из 20 у нас появилась тюрьма мы можем сделать свою первую тюрьму где-нибудь рядом с городом так она у нас сильно шумит и стоит очень дорого поэтому мы копим сейчас деньги и следим за образованием так университет мы так и не построили высшие школы и начальная школа у нас все в порядке нужно будет построить где-нибудь университет когда вот этот вот район мы будем сейчас развивать тогда мы им и займемся и по поводу заселения жилых районов здесь вроде бы все в порядке до прирастает чтобы нужно больше образованных жителей сейчас они тут добавятся нужно следить еще постоянно за парками потому что парки дают нам хорошее удовлетворение вот здесь посмотрите не очень люди рады их большое количество парков практически нету население у нас прирастает деньги прирастают что у нас по балансу по балансу все пока неплохо бюджеты кредиты кстати по налогам сразу этим зонам ставим тоже 13 процентов всем потому что 13 процентов такая волшебная цифра и я помню что вот здесь у нас 14 процентов давайте наверное можно уменьшить 13 все везде будет по 13 процентов и я думаю что очень долго люди будут довольны и счастливы что все идет хорошо так начинается здесь прибавка мы зачем-то закупаем дополнительно лес хотя у нас своего леса предостаточно и наконец-то заработали наши лесопилки сколько людей еще нужно 150 нужно выпустить готовую продукцию эти посмотрим где мы еще лесополосу можем поставить вот здесь вот можно кстати поставить 2 лесополосы лесопилок я думаю нам пока будет достаточно склады первое время я не ставлю потому что с ними идут затыки на первых моментах строительства потом когда вы уже сделаете большой такой район тогда у вас будет все хорошо все здесь у нас такая база по заготовке древесины отлично сейчас самое главное проверить все ли у нас в порядке так у нас начинаются первые проблемы с мусором давайте проверять друзья во первых наша свалка заполнилась полностью это не очень хорошо у нас мусоровоза почему-то совсем не работают почему потому что они перерабатывают отходы и сейчас начнется проблема с мусором потому что свалка заполнилась а второй свалки у нас к сожалению нету что ж давайте поставим где-нибудь еще одну свалку и у нас открылся утилизационный завод у него огромный радиус загрязнений огромный радиус шума утилизационный завод у него скорость переработки 48000 этого скорость переработки 24000 следовательно это будет получше плюс он дает электроэнергию ход 1400 здесь уход маленький то есть получается что смотрите 48 две таких штуки дают нам точно такой же уход как и здесь но дополнительно еще 15 15 машин будет 30 машина здесь у нас 27 машин следовательно центр переработки отходов будет даже лучше поэтому ставим еще один центр переработки отходов вот так сейчас они должны заработать на полную мощность и с полицейскими участками 18 из 20 на тюрьму мы пока еще деньги не накопили нужно 120 тысяч и тюрьму я думаю поставить куда-нибудь вот сюда потому что посмотреть как она сильно шумит и и ни в коем случае нельзя ставить рядом с жилыми городскими районами да сейчас как только накопим деньги свои основные тогда все купим и по поводу так крематория 17000 очень важная постройка вы поймете когда придет время почему она очень важная потому что у вас город будет засыпан трупами и лучше заранее все предусмотреть так же как и трафик с трафиком у нас тоже все хорошо несмотря на эти красные зоны где просто повышенный трафик у нас нигде нет пробок даже вот в таких вот местах заторов все у нас идет хорошо даже здесь все рассосалось заработала у нас наконец-то вот это вот производственная цепочка по выпуску древесины выпускает она много леса и пока еще пиломатериалы недостаточно по поводу до работники у нас уже есть сейчас у нас выпустят оставшееся количество я думаю что можно ускорить немножко время должны сейчас машины сюда вот привести я знаю что недостаточно сырья сейчас будет сырья предостаточно все уже привезли начали работать наверное здесь еще можно добавить не забудьте взглянуть на университет да нам теперь доступен университет но нужно будет подумать куда его поставить потому что он ну да ребят очень огромный его прям некуда даже воткнуть здесь у нас места нет здесь у нас тоже места нет эту клетку мы открывать не будем следовательно развиваться ту сторону нет никакого смысла где-то ломать что-то в середине города у нас здесь уже есть школы не хотелось бы ломать школу поэтому давайте наверное вот сюда мы поставим университет и кому надо будут сюда приезжать и будут здесь у нас продолжать учиться да давайте поставим здесь университет теперь доступность университетских услуг у нас есть все хорошо воду нужно будет подвести как сюда смогут попасть люди давайте посмотрим люди с нижнего города приедут вот сюда например заедут здесь переедут вот сюда и придут учиться в университет и обратно из университета они выйдут сюда сюда на дорогу и поэток себе обратно все с дорогами у нас все хорошо мне не нравятся вот такие вот сообщения посмотрите у нас появились первые сообщения о том что недостаточно клиентов это неправда клиентов огромное множество нас электроэнергия резко просела я даже знаю почему потому что лесохозяйство очень много на себя потребляет электроэнергии у нас открылось новое издание которое называет солнечные башни я ее ставлю постоянно но нам нужно 90 тысяч сейчас нужно будет дождаться когда у нас прибудут деньги посмотреть 14 тысяч дает все наше производство уже 16 тысяч ждем когда добавятся деньги и строим вот эту вот солнечную башню у нее тоже есть ряд ограничений она тоже очень шумные и у нее большой радиус давайте посмотрим вот такой вот если но здесь вот не страшно потому что здесь и так очень много шума так электроэнергия откуда-то взялась пока осталось совсем немножко сейчас мы поставим вот эту вот солнечную башню электроэнергии у нас будет прям вот очень много можно будет не заботиться все давайте думать здесь у нас будет стоять тюрьма поэтому вот здесь мы наверное сейчас поставим солнечную электростанцию и у нас будет вообще вот здесь такой технологический район ну или можно поставить солнечную электростанцию в принципе для обслуживания ничего не требуется давайте поставим ее вот здесь действительно только вот чуть-чуть поодаль от берега потому что на берегу вполне возможно нам понадобится еще несколько очистных станций вот так вот все теперь с электроэнергии нет никаких проблем замечательно и нам теперь нужно построить тюрьму преступников 20 из 20 тюрьма нужно прям срочно 120 тысяч придется ждать придется очень много и долго ждать и у нас заканчивается водопровод начинаются проблемы в городе это как стандартно примерно с 10 тысяч у вас должны начаться проблемы первые но они пока слава богу решаются очень просто здесь недостаточно клиентов то есть не хватает количество людей здесь тоже пока не хватает количество людей и здесь у нас мусорки начинаются причем в городе тоже начинаются мусорки это большая проблема и решить ее не смогут вот эти вот центр переработки отходов которую и так уже заполнено по полной а здесь у нас все стопроцентная заполненность пока промежуточный выход я вижу вот такой мы здесь сейчас проводим дорогу вот так поближе к центральной магистрали и ставим здесь временно вот так вот свалку чтобы она не задевала наш город вот так вот поставим свалку сейчас вот это вот свалка должна решить все проблемы в городе по мусору но это временно скажем так временный такой способ все 7 8 9 10 по бюджету у нас как уделяется по бюджету все у нас хорошо выделяется и наша лесополоса достигла уже второго уровня пойдемте посмотрим что мы там теперь можем вырастить поставить какие новые здания здесь нам говорит о том что наконец-то мы вышли на самоокупаемость у нас плюс пошел все вроде бы неплохо и какие новые постройки в лесополосе и так появилось здание дополнительно бараки для рабочих бараки для рабочих это конечно хорошо но на них нужно по 12 тысяч у нас пока 30 лучше потратить на что-нибудь более полезное вот например на такие маленькие поля саженцев для деревьев чтобы у нас вырастали новые деревья и чтоб постоянно прибавлялся урожая также у нас появилась завод гранулированный биомасса который теперь может выпускать бумагу знаете что я пока завод поставлю как можно быстрее вот сюда вот мы его поставим на белую зону да вот так вот теперь у нас есть свой собственный завод по выпуску бумаги ставим два завода проверяем да вот здесь вот началась у нас уже зеленая зона и по зеленой зоне мы добавляем вот эти вот леса саженцев раз-два да и наверное даже три все то есть мы обеспечили здесь древесиной и выпуском бумаги и различными пиломатериалами нормально все у нас смотрите какая потребность огромные в жилых районах и сейчас вот здесь должно все у нас прирастать с мусором давайте посмотрим да с мусором мы полностью справились я предлагаю пока сломать несколько жилых застроек малой плотности вот так вот мы ломаем ставим жилой район повышенной плотности и я думаю что даже вот этот можно сломать настоящий момент вот так и поставить жилой район повышенной плотности так это пока на берегу реки оставим сейчас у нас несмотря на то что минус должно у нас резко прибавится количество населения потому что мы здесь все переделываем дальше здесь потихоньку лучше сразу все мгновенно не делать потому что вы столкнетесь с проблемами по электроэнергии и вообще будет дисбаланс в игре поэтому вот так вот ждете когда застроится смотрите затем как у вас потребность уменьшается или увеличивается пока все нормально сейчас нормализуется по поводу денег у нас 13 13 тысяч все прибавляется 100 тысяч у нас есть и все потребности в жилых районах больше нет здесь какая-то небольшая пробка давайте посмотрим что у нас 92 процента в принципе неплохо а это те люди которые съезжают у нас из города и пытаются проехать дальше на выезд из города на тюрьму мы деньги накопили очень шумные здания пусть у нас вот эти вот заключенные отбывают свой срок рядом с солнечной электростанции они кстати на ней будут работать да вот эти заключенные в тюрьме будут работать на солнечной электростанции я вам говорил что когда мы сделаем жилые районы повышенной плотности то нужно будет делать общественный транспорт я думаю что общественным транспортом мы займемся уже в следующей серии а пока мы достигли третьего уровня лесополосы отлично здесь у нас все работает и на сегодня друзья все посмотрите какой у нас стал красивый новый город застройка повышенной плотностью пока все у нас прирастает хорошо трафик у нас пока держится 92 процента даже 93 процента никакие моды я не использовал для того чтобы выровнять вот эти вот дороги и чтобы убрать например вот эти вот загибы все у нас развивается гармонично и следующей серии мы сделаем с вами общественный транспорт разберемся вот с этими мелкими проблемами вот как например видите налоги у нас попросили уменьшить но на сегодня все ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте поделиться ссылкой на это видео со своими друзьями а на сегодня все с вами был никодим до скорых встреч друзья